Всем привет! Да, действительно, все так. Аэропорт Сити – один из старейших и успешных самых проектов компании Game Insight. Вот ему недавно 6 лет стукнуло, из них больше я имею честь над ним работать. Мы успели выйти практически на всех платформах возможных – социальных, мобильных. Основные у нас, конечно, Facebook, iOS, GoPlay, Windows. Ну и также был ряд экзотических наших выходов на азиатских рынках. Пробовать можно везде, но помните, основные сторы все равно все рядом и с самым прозрачным правилом начинаете всегда состоять с них. Поскольку игра давняя, у нас уже по ней был постмортом 5 лет назад. Можете про команду, про то, как все начиналось. Макс Донских рассказывал докладик, назывался Аэропорт Сити – бесконечный полет. Есть в интернете, поэтому я так коротенько очень о том, что это. Это сетибилдер, у которого есть фишка самолета. То есть, натурально город поделен на две части. В одной – жилые коммерции. Пассажиров собираем в другой аэропорт, в котором диспетчерские башни, ангары, ремонтные базы, все такое. И, значит, они между собой взаимодействуют. И, как нам кажется, почему столько народу, свои 60 миллионов за все это время поиграл и продолжают играть. Потому что, ну, есть как бы область интересная людям традиционная в сетибилдерах. Это управлять своим городом, значит, квартально как-то его застраивать экономически эффективно. И есть вот аэропорт как место романтики, отпуска, путешествия. Вот сейчас слетаю в Новую Зеландию, привезу магнитик с хоббитом. И, как бы, эти аудитории до этого, возможно, не всегда имели возможность пересечься. А тут, как бы, и старый млад, и мужчины, и женщины. И у нас, действительно, и мужчины, и женщины примерно пополам играют и находят для себя. А по возрасту это от 5 до 95. У нас один из самых активных наших старейших игроков. Это мужчина в возрасте 80, что ли, лет или 85, который играет из Техаса. И вообще он сам фермер. И, значит, с утра он идет, приходит, значит, на тракторе, там что-то такое. Взращивает, начинает с 8 утра, приходит, достает свой iPad Pro, потому что он регулярно обновляет свои девайсы, чтобы играть в Аэропорт Сити, хотя она, в общем, не супер требовательная игра. И, значит, дальше остаток весь, ну, до заката, играет в Аэропорте. Значит, за эти 6 лет мы, естественно, делали кучу контента и продолжаем делать. Это здание в куче разных стилей. У нас основной стилей это такой реалистический реалайф, унылый реализм, как мы его между собой называем. Но это не значит, что обязательно он должен быть скучным. То есть это все какие-либо угодно стили. Art Deco, Modernism, Postmodernism, все, что хотите. А рейсы. Рейсы – это основная механика. Мы собираем, отправляем в рейсы. Соответственно, тут тоже, несмотря на то, что у нас основные рынки были изначально, но мы надеялись там быть успешными, это Америка, Европа и Азия, не надо никогда забывать о том, что вообще, когда вы делаете игру какую-то с амбициями, вот наш фритоплейный сетибилдер, естественно, была надежда, что он станет популярен во всем мире. Что помимо американцев, англичан и французов, там вот еще есть все эти миллиарды людей, у которых может быть слабый интернет, может быть, пока у них все очень только начинается, но им тоже интересно, и они хотят быть представлены. Поэтому, например, в прошлом году, летом, мы сделали контент-пак, который называется условно «Ось зла между нами». Сигиран, Дамаск, Иран, вот, но мы его подали не с той точки зрения, ну там, что, значит, бегают маржахеды, там исторические ковры, клинки, культура какая-то места, то есть максимум показали, что в этих странах, которые с точки зрения прогрессивного западного мира нет ничего хорошего, там есть масса интересного именно как туристу, как человек, который это хочет, как незаинтересованный наблюдатель, посетить. И, соответственно, был прямой эффект, фичеринги на Ближнем Востоке в странах были у нас чаще в среднем, чем в европейских. То есть местная аудитория оценила, что их не считают за каких-то туземцев. Из механик у нас также есть кооперативный ПВЕ. Ну, понятно, что поскольку игра для масс-маркета, то оно не супер глубокое, возможно. Мы запускаем космические ракеты, и игроки между собой объединяются, копят очки, потом, соответственно, спустя сутки, когда ракета возвращается, получают награду, соответственно, своему вкладу. И то, что мы сделали чуть позже, уже через год, где-то два после релиза, это были кланы, которые у нас реализованы через такую штуку, называемую авиационные альянсы. То есть можно объединяться в альянсы, и по нему занятие мест в рейтинге индивидуальном, можно, соответственно, альянсами соревноваться между собой, кто больше пассажиров перевезет. Ну и, соответственно, мы эту движуху всю развиваем. Значит, теперь встает вопрос, зачем всей этой красоте, вообще CD-билдеру, зачем нужен сюжет. И вообще аэропорт начинался с довольно утилитарными квестами и сюжетом. То есть там было 30 уровней, значит, какие-то там основные, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, всем хорошо знакомые. И, значит, квесты уровня построить три закусочных, улучшить диспетчерскую башню. Там, в общем, не сильно глубокий сюжет во всем этом был. Но мы обнаружили, что в целом квесты, конечно, мало кто читает. И когда вы какой-то наросив придумаете, одно дело вы Uncharted делаете, и как бы сюжет — это основная фишка, и вообще ради нее, собственно, все и пришли. Посмотреть Cinematics и почитать квесты. Если это побочные, то надо помнить, что эти квесты прочитают 3-4% вашей аудитории, а остальные их прокликивают, нажмут сразу кнопку «Show me», «Показать мне». И она тебе покажет, что тебе построить. А квесты даже никто не будет читать. Но эти 3% они читают квесты, и ради них, возможно, стоит стараться, потому что платящая аудитория во фри-то-плейных играх, в общем, тоже не сильно велика. Это тоже 3-5% в лучшем случае. И не факт, что эти аудитории пересекаются, но тем не менее для тех 3%, ради которых вы стараетесь и делаете сюжет в каком-либо виде, он может для них служить эмоциональным якорем даже тогда, когда основной ваш геймплей, скажем честно, уже приелся. Например, у нас есть люди, которые достигают максимального уровня, на это уходит год. С нынешнего контента может занять год, причем даже для платящего игрока. И они затем ждут выхода апдейта, чтобы только уничтожить кругляши квестов, чтобы не осталось у них квестов. То есть они уже все знают, они все механики эти до зубов учат. Но они хотят, чтобы у них были пройдены все квесты. Они могут даже не считать при этом. А зачем вообще квесты в принципе в играх? Ну, в нашем случае. У нас изначальная цель всегда была. Это должно быть туторио по механикам. Никогда не стоит это забывать. То есть можно придумать прекрасные тексты, но первое, что вы должны, независимо от ваших механик, вы должны рассказать, как ими пользоваться. И потом уже только должны они развлекать в каком-то виде с вашим суперсюжетом. Мы, соответственно, чуть позже пришли к выводу, что лучше всего работают довольно непродолжительные по времени. То есть игрок не должен терять фокус, пока он делает эти самые квесты. А 10-20 квестов вполне достаточно, чтобы какую-то законченную историю рассказать. То есть один квест — это два абзаца текста условно. Ну и персонаж тебе говорит, разными персонажами между собой обмениваются. Хорошо работает то, что… Ну, все мы сериалы смотрим, понятно. Должна быть некая завязка, драматургическое развитие событий, кульминация и лучше, если будет неожиданная развязка. Потому что, ну, ожидаемо, все понятно. И традиция раппорта, например, которую мы постоянно раз за разом повторяли, наши персонажи чего-то очень хотят, но они постоянно терпят фиаско. Все их планы идут просто катастрофически не так, как они ожидают. Кто-то оказывается травмирован. Ну, в общем, и это работает на контрасте с тем, что игроки. Игроки-то преуспевают своих. То есть они получают за эти квесты награду, они получают уникальное здание, которое они строят. Но персонажи страдают. Это крыльясь тем, что вообще внутри геймдизайн-аэропорта есть такое у нас вражение. Аэропорт — это боль. Потому что аэропорт известен своими зубодородительно сложными ивентами. Некоторые, чтобы получить некий уникальный контент, нужно несколько месяцев реально сидеть, не разгибая спины над этим планшетом, свернувшись. Так вот, можно даже шутить над тем, как сложно. То есть персонажи тоже жалуются в игре на то, как все сложно и как все дорого. И зачем, почему апгрейд диспетчерской стоит миллионы монет. И, в общем, не надо этого стесняться. То есть все мы понимаем, в каком жанре мы работаем, довольно цинично. Нужно относиться к этому с юмором. Игроки тоже это все понимают. В нелюбимые игры не играют и не платят деньги. Поэтому можно относиться с самоиронией к себе. И аудитория, если вы будете достаточно тактично это делать, все поймет и простит. Также мы пробовали такую штуку, как глобальный сюжет. Причем в социальных играх одним из первых мы это делали. Еще тогда, в 2011-м. Главный сюжет — это когда через квестовая единая линия прокинут через все много месяцев. То есть, грубо говоря, если игра планирован контент изначально на запуске на полгода вперед, вот примерно на 3-4 месяца есть сюжет, который объединяет все это через единую цепочку. В нашем случае был такой глобальный сюжет про пропавшего капитана, у которого была прекрасная команда, его дочь вырастает и пытается своего папочку разыскать. И, значит, мы пытаемся его членов команды искать, бортмеханика, второго пилота. Каждый из них, естественно, не просто так тебе такой, да сейчас я побегу его искать. Они сначала что-то с тебя требуют, там, бортмеханик стал ремонтировать автомобили, мы ему там машину собираем в Детройте. Ну, в общем, все это много-много и трассы. Как, вот представьте, очередную серию «Форсажа», вот мы команду собираем, потом уже отправляемся искать. И, значит, разбито это было на главы, и там, с некой периодичностью, там, каждые несколько недель, месяц мы выпускали новую главу. Почему можно, но не всегда нужно, потому что тема не зашла. То есть, как бы, квест обычный мы развивали и развиваем достаточно успешно, вот короткие цепочки. Глобальный сюжет, да, есть очень небольшой процент аудитории, которая до сих пор ждет продолжения этого сюжета, потому что мы его перестали делать. Но их исчезающее мало, и самое важное, они не платят. То есть, как бы, за продолжение банкета нужно платить в том или ином виде. Сюжет требует, глобальный, требует огромного вложения ресурсов, и если вы не делаете игру, где главное — это сюжет, скорее всего, не нужно. Мы попробовали, нам, в общем, не понравилось, поэтому до сих пор есть недостроенное здание в сюжете. Многих игроков оно бесит, и они ждут, когда же мы сможем его наконец достроить. Шоу пятый год. На самом деле, что про сюжет хочется сказать? Ситибилдер, может быть, не очень требует сюжета, но сюжет можно показывать его через здание. Собственно, основной контент любого ситибилдера, естественно, это здание. Ради них там люди месяцами страдают. Эти здания могут сами по себе рассказывать историю. Вот здесь мы, для примера, это картина Питера Брейгеля про Вавилонскую башню. Вот мы ее попытались воссоздать, и по ней самой, то есть ее хочется почему разглядывать? Потому что это видны люди, которые, ну, их, может быть, не видно физически, что они там бегают, но недостроенные леса, вот этот момент, когда бог покарал, и эта стройка остановилась. Там что-то недостроенное, подходы лестницы, по которым эти рабочие карабкали, значит, к вершине Павилонской башни. То есть, когда художники будут вам презентовать скетчи, они имеют тенденцию забывать о том, как это используют люди в реальной жизни. На крышах они имеют тенденцию не строить окорождение, поэтому рабочий, который эту крышу решил бы починить, он бы, ну, упал бы за границу. Поэтому приходится регулярно понимать, что на крышах небоскреблых есть красные лампочки, чтобы самолеты не врезались в крышу, и чтобы люди не падали, должны быть барьерчики, там, входные группы оформлять. Все вот эти детали, они могут рассказывать истории сами по себе без вообще сюжета. Вот, например, домик, который называется «Дом со сквозняком». Обстречен он был, мы придумали, будет у нас рейс в Канзас-Сити, будет у нас чувак, причем мы даже нового персонажа подать не сделали, просто объяснили как-то. Чувак-метеоролог, и он будет собирать, игрок собирает коллекцию метеоролога, и в награду за сбор этих коллекций несколько раз получает вот такой дом со сквозняком. Вот история жизни как бы в одном домике, история жизни этого человека. Он всю жизнь его торнадо сносил в домик раз в разом, он его чинил-чинил, чинил-чинил. Его это достало, он себе добыл фургон, и теперь сам бегает за торнадо, пытается понять, как сделать так, чтобы как фильм «Смерч» запустить туда микророботов, и чтобы «Смерч» больше его не доставал. Вот, ну, из примеров другого вообще, ну, как бы можно черпать фантазию в чем угодно. Вот серо-корейский небоскреб мы достроили, Ринг-Йонг, министерство забилием назвали. Некоторые дома можно заранее разрушать, то есть сети-бюдер, он же как? У нас нет разрушаемого окружения, но мы можем заранее что-нибудь разрушить, и это будет даже прикольно. Вот музей «Восковой фигур». Разрушенный небоскреб арт-деко из Нью-Йорка, когда-то который был, мы его создали по черно-белым фотографиям, ну, и вроде норм получилось. Вон с картин Эшера, тоже оптические иллюзии. Ну, в общем, весь культурный бэкграунд, можно пускать в ход смелый и не бояться. Опять же, вот при работе на основных рынках, основной рынок какой? Америка. Что у них? Вот, представляемся, любой голливудскую комедию на Крисмос, где вот эти все счастливые люди готовятся к празднику. Значит, вот этот дом из пригорода, вот этот джип, вот эта счастливая семья, которая там живет. Вы все про нее знаете, людям приятно этот домик. Они говорили, что это один из наших любимых домиков за последний год. Почему? Потому что людям на Ближнем Востоке тоже приятно было бы жить в таком домике. Глобальный интерес. Дальше. Путь игрока. Первая игровая сессия – это самая важная в вашей игре после того, как вы придумали ее концепцию. Потому что как с газетой, если заголовок плохой, то статью читать никто не будет. Если вы в первую игровую сессию не дотянете, она, во-первых, должна быть достаточно длинной, чтобы игрок не забыл про вашу игру, как только он ее свернет первый раз. То есть мы ее, например, первый раз дотягивали до практически полчаса. Во-вторых, в ней все должно быть максимально прозрачно, все основные моменты должны быть в ней пояснены. Тутор, например, мы пробовали разные варианты, сравнивали АБ-тестами. Тут тоже можно все пробовать. Тутор, хард лучше всего работает. Это не тот этап, когда еще, наверное, можно человека отпустить с чистой совестью в свободное плавание. Он потом еще успеет. Не все сразу, не все механики вываливаются на человека сразу. Если вы планируете игру, с которой… Вы ее пускаете и планируете, что ее полгода, на полгода вперед апдейт их. Значит, механики вы точно можете распределить так, чтобы первое там было через день, новое, там условно второе через два дня, а какой-то большой мажорный апдейт там был через неделю игровых. Помните, что контент конечен, а ваши деньги, к сожалению, нет, поэтому лучше заранее продумайте, за сколько в вашей игре все можно будет пройти. Краткосрочные и градусрочные цели. Это как раз про это. Игровая сессия на время, пока человек играет за игровую сессию, у него должно быть что-то, что он гарантированно сможет выполнить. То есть это какой-то маленький квест, не знаю, в нашем случае он может еще попринимать гостевые, немножко подзаработать на этом. Гостевые самолеты можно посадить на своих полосах и немножко заработать на этом денег. А краткосрочные цели – это те, которые можно будет за одну игровую сессию или за один день. Горизонт событий маленький, долгосрочные. Вот наши альянсы зарубаются за уникальный контент. Полгода, easy. Так вот и сидят, зарабатывают. И нужно, чтобы было и то, и другое, потому что всегда может прийти платящий игрок-кит, который может заходить за все это заплатить сразу. И надо дать ему, в принципе, возможность скипнуть всю игру, там, не знаю, за 10 тысяч, 20 тысяч долларов. Если у него есть такое желание, нельзя этому препятствовать. Осязаемые результаты. Поощрять игрока за все его действия. Ну, банальная вещь, многие говорят, все забывают регулярно. Даже не обязательно деньгами, там, какими-то игровыми валютами. Хотя бы, возможно, пошарить это в Facebook. Хлопайте по плечу игрока. Он старается, он бедный, он тратит время на вашу игру среди миллионов других сети билдеров. Не забывайте ему об этом сообщить, почему он молодец, что играет в нее. Статистика. Все, что может быть измерено, должно быть измерено. Это касается как туторио, первой игровой сессии, так и, в принципе, все. Все покупки, все заходы, не знаю, в магазин. Используйте, если есть аналитики для того, чтобы повесить на все это, прокинуть события, подключайте аналитиков. Если нет, то делайте как-то своими силами, пытайтесь анализировать покупки сундуков. Ну, в общем, все, что у вас продается за хард, за премию валюты, это абсолютный минимум за софт. Дальше уже по действиям, в зависимости от ваших потребностей. Магия презентации. Ивенты. Ну, пока еще нейросети учатся работать с когнитивными задачами, ивенты придется придумывать вам самим. И они должны быть лучше, чем все, что придумывают остальные люди. Все, что придумывают остальные люди, которые думают на тем же самое 24 часа в сутки. А тут надо понимать вот, что День Благодарения и Новый Год, и вся вот эта праздничная рутина, она, к сожалению, неизбежна. Люди к ней привыкли. Мы пробовали как-то сокращать ее и придумывать свое уникальное на эту тему, но нельзя отказываться от банальностей. На Новый Год и на Крисмах всегда должно быть что-то, что радует людей. К сожалению, ну или к счастью, до сих пор человечество живет во многом по аграрным циклам, там еще со средних веков. Конец урожая, надо отпраздновать это Днем Благодарения. И ничего с этим не поделаешь, люди привыкли. Магазины на этом как бы распродажу устраивают, и вы тоже будете устраивать Черный Пятник, никуда от этого не деться. Даже если в вашей игровой экономике вот прямо сейчас совершенно не нужна распродажа на 80%. А праздники и катастрофы, к чему это? Человек, ивенты это вообще побег от рутины. Причем не только рутины жизни, но и возможно рутины вашего базового геймплея, вашей базовой механики. Вот реально картинка, у нас ивент «Жаркие дни». Он про вулкан, который внезапно вырос рядом с вашим городом, и конец света, возможно. Что тут важно сказать? Ну у нас традиционные ивенты, это какие-то скорее катаклизмы, а не ивенты. То есть то потоп, то Дед Мороз хочет заморозить весь город, то вот вулкан вырос, и что ты будешь с этим делать? Тут надо помнить один момент, не переусердствовать с этим. Потому что когда мы сделали кинематографичный трейлер, вулкан растет, значит, все золото дымом, метеориты падают из этого вулкана на город. А наша аудитория, которая, как я говорю, фермер 80-летний, они начали писать в техподдержку массово, что если вы что-то с моим городом сотворите сейчас, и я потеряю хоть один домик, за который вам кто-то платил, то, значит, я пишу в суд, и нам пришлось неделю людей успокаивать, что ничего с ним в городе не случится, это все как бы декоративно, не бойтесь. То есть как бы пугать их надо, но так, чтобы реально все их вложения, потому что они в этот город могут полгода жизни, год вложить легко, а кто-то и больше. Кто-то с нами вот все эти шесть лет и играет. Их, конечно, не очень много, но такие люди есть. И они больше всего на свете боятся, что и город они потеряют. И, собственно, это то, к чему вы должны стремиться, чтобы этот город ассоциировался, как самое важное, что у них есть вообще. Про качество и количество. По нашим ощущениям, инвестиции в качественные ивенты себя оправдывают. То есть проработка какого-то лора, арта уникального, на это и сюжета тоже, естественно. То есть это все обычно себя оправдывает. Это не избавляет, к сожалению, от необходимости делать скучные ивенты ко дню благодарения и все такое, и жарить индейку. Но инвестируйте в качество, и нам это помогало всегда. Это вот как раз иллюстрация города здорового человека, город Куричика, да и вулкан. Разбитые дороги, и кажется, что скоро всем конец. Значит, все это я веду к тому, что на самом деле важно рассказывать истории. И любая игра пытается в той или иной мере рассказывать истории. Во-первых, это история, которую вам игра рассказывает через свои сюжеты какие-то, через квесты. Это то, что рассказывают себя сами. Истории — это вот все те песочницы. Что роднит сети Builder и игру вроде DSZ или Grand Theft Auto Online. Это песочница, это взаимодействие игроков. Даже в игры для масс-маркета можно делать так, ситуацию создавать своим геймплеем, что эти возможности для песочницы появляются. Например, у нас есть баф «Квантовый скачок», который ускоряет космический запуск с суток до двух часов. Если у нас в группу космического запуска добавляется несколько человек, и у каждой из них баф, то она еще сокращается. Таким образом, можно время запуска с несколькими очень хардкорными или очень платящими игроками сократить до нескольких секунд. Они добиваются в эту группу и потом запускают ракеты просто нон-стопом, в течение часа, не знаю, 10-20 космических запусков. Получают награды за это. И как-то раз они решили просто фана ради это, например, игра с асинхронным геймплеем, то есть ты у себя делаешь, в гости ходишь, а потом у человека, когда он заходит, видно, что ты его город прокликал. Они в этой игре с асинхронным геймплеем сделали запуск, в котором на время приняло участие 500 человек со всего мира, на YouTube ролик записали, были очень довольны. Мы вообще к этому отношения не имели, не мое, что сами себя, сами висели здесь. Или, допустим, такое мы добавили в какую-то механику социальную, что владелец запуска космического может любого кикнуть, независимо от его вклада. И все. Как бы вот так вот. Ты ничего не получишь, если тебя кикнули. Какое было возмущение у игроков у одних, а какой была радость у тех, кто мог кикать. И они, а мы вообще ни при чем. При этом, естественно, нам-то лучше, чтобы кикали, потому что те, кого кикнули, либо создадут свой космический запуск, и в него все вложат, либо найдутся каких-то единомышленников и скажут, что вот тот плохой, не вступайте к нему. История, которую рассказывают вам игроки. Комьюнити. Всегда слушайте ваш комьюнити, не обязательно все делают, что они просят. Это как стрелы террористов. В общем, иногда лучше услышать, но ничего не выполнить. Но, тем не менее, на всех возможных языках, если у вас игра есть в App Store, в Google Play, не ограничьте этим. Любая активность, YouTube, Let's Play, даже сайты, где вашу игру взломали и выложились читами, даже там фидбэк полезен. Читайте все, что они пишут. Это никогда… Это всегда полезно. И, наконец, одно из самых важных. Не забывайте сами играть в свою игру, даже если это не ваш жанр и вообще всю жизнь в RPG делали, а потом вот судьба нелегка заставила вас делать City Builder. Заставляйте и потом начнет нравиться. Это та мета, которую вам ни одна статистика не расскажет. Ни один аналитик вам не расскажет. Вы почувствуете себя только так. Ну, в курсе вообще всего, чем игра дышит. И на этом все. Спасибо. Спасибо огромное. Это интересно. Интересно. Если есть вопросы… Да, у нас есть время на три вопроса. Тут как раз три руки. Четыре. Хорошо. На четыре вопроса. Здравствуйте. Спасибо. Очень-очень интересный доклад. У меня на самом деле вопросов штук десять я записала. Я вам только первые два задам. Можно? Можем после отдельно. После, да. Длина первой игровой сессии оптимальная? Какая по вашему мнению? У нас примерно полчаса, но она варьируется от вашего геймплея и от того, как бы… А я так поняла, что вы сказали, что полчаса это типа очень много, нет? Или обычно меньше? Нет, мы ее увеличивали от изначальной сессии. То есть специально добавляли опыт, ну, снижали требуемое количество опыта, чтобы человек быстрее уровня получал, чтобы у него был флоу геймплея без пауз первое время, чтобы он успел запомнить вообще про что игра и какие у него механики основные. Окей. И еще один вопрос. А вот вы в Тутор сюжет уже вставляете или как-то вот эти вещи разводите? Сюжет начинается на третьем, по-моему, уровне, а Тутор заканчивается на втором. То есть вскоре, но разводим все-таки. Мы изначально вообще сделали без глобального сюжета игру, а сюжет добавили там, по-моему, через полгода. И потом с задним числом в него включили какой-то элемент Тутора. То есть как бы можно… Глобальный сюжет, если его делать, можно вообще не торопиться. С ним человеку сначала надо запомнить, как, не знаю, самолеты скликивать, а потом уже какие-то глобальные цели ставить. Если большая часть, если не заинтересуется вашей игрой, она пройдя Тутор, все равно уйдет. Вы ничего с этим не сделаете. Поэтому до более глобальных вещей можно не дойти. Спасибо. Спасибо за доклад. Вот такой вопрос. Сказали, что сначала не было нарратива, но добавили позже. А основываясь на чем, вы решили, что вот игре нужен нарратив? Ну, смотрите как. Если игра цепляет, и ее концепция нравится игрокам, то всегда можно искать пути, куда это двигать дальше, куда улучшить. То есть понятно, что в каком-то виде квесты были со старта, и потом мы только там улучшали, скажем, эту структуру квестов. И понятно, что сами по себе они, может быть, не делают кассу как таковую, но без нее, может быть, даже наши платящие игроки, которые эти квесты не читают, они ощущают, что в этой игре нет глубины. То есть если бы их там не было, они бы чувствовали, что что-то не так, что вот люди, которые играют там во что-то другое, я бы лучше книжку почитал, там есть текст. То есть эти люди могут не читать квесты, но если этих квестов нет, они, ну, как бы расстраиваются. Они не всегда могут это вербально даже выразить. А вот статистика, про которую вы говорили, что читают квесты только 3%, это реально вы собирали ее, да? Ну, в среднем, ну, у нас и по рынку так, да, во фри-то-плее. Спасибо. Читают мало, но это не повод не писать. Добрый день. И вот такой вопрос хотелось бы спросить. Вы не пробовали уменьшать, может, количество текстов в квестах для того, чтобы, может, привлечь именно тех, кто вот эти вот не читает никогда? У нас вообще ну, не так много на самом деле текста в одном квесте, учитывая, что там всего-то два абзаца текста. Вот у нас есть другая игра, Транспорт Империя называлась, она была лауреатом на Одноклассниках за лучший сюжет. Вот там квесты были длинные. То есть это все на самом деле от вашего желания зависит. Если у вас есть крутой сценарист или там вы сами себя считаете крутым автором, то можно фигачить тексты сколь угодно длинные, ну, не забывая про то, что людям надо еще в игру играть. То, что можно делать, это можно количество одновременно находящихся квестов сокращать. Вот про это не было на сессиях про Horizon Zero, Doan и вот вторую. Там вот эти были стикеры, что ты можешь сначала поговорить, а потом убить, либо можешь сразу скипнуть к пункту C и убить. Ну, как бы ок, вот, но важно, чтобы на человека не обрушилось слишком много всего, и это касается и количества квестов тоже. Тут аэропорт не безгрешен, у тебя иногда может быть, висеть по 30 квестов невыполненных, и многие перестают понимать вообще, что они в текущий момент делают. То есть можно работать это над тем, чтобы сокращать, ну, в других играх на рынке, там у тебя, например, не больше двух квестов одновременно, и все, пока ты один из них не выгнешь, тебе все остальное даже не покажут. Спасибо. Спасибо за загляд, огонь, и вот такой вопрос, огненный вопрос по поводу катастроф. Как они влияли на статистику вообще, был ли отвал, катастрофы, вулканы и так далее. Были отвалы жесткие, пики, платежи и так далее. Вообще, монетизирована была бы механика катастрофы или нет? Ну, катастрофа не должна прямо влиять на геймплей в любом случае. Вот, жаркие дни, упомянутые, с вулканом, прошло меньше одного процента игроков. Тем не менее, те, кто прошли, чувствовали, что они действительно что-то совершили в этой жизни, и они, ну, по их рассказам, во всяком случае, запомнят это на всю жизнь. Все остальные были, понятно, расстроены, не стеснялись об этом писать. Вот, кого-то это с конверсием на первый платеж, например, после нескольких лет игры. Кажется, что в целом аудитория игры не сократилась. То есть, это был удачный опыт, но его не нужно им злоупотреблять. То есть, нельзя каждый месяц обрушивать глобальную катастрофу на аудиторию, потому что им еще нужно как-то там диспетчерскую апгрейдить. У них простые задачи, менеджерские. То есть, ивенты в идеале нужны, не знаю, с каждым апдейтом раз в месяц, но это в идеале. А реально можно и пореже, как бы, главное, главное вообще про ивенты, то, что они в принципе должны быть, потому что всегда должно быть что-то, что тикает с таймером. А как бы, частоту определяется от ваших возможностей. Это может быть раз в месяц, раз в два месяца, как получится.